Восьмикратно приветствую ищущих и мыслящих, с вами одноклеточный шат, осьминог бесконечный. В общем, да, сегодня мы будем рассматривать группу Микробия, жизнь под микроскопом, но обзор самой группы я делать не буду, потому что группа, ну, просто скажу сразу, что группа хорошая, уникальная, с уникальным интересным контентом, в общем-то там видео из-под микроскопа, всяких вот этих вот маленьких-маленьких одноклеточных якобы существ, которые там ползают, ну, это очень примечательно и советую, в общем-то, зайти в этот паблик, собственно, подписаться на него, но сегодня мы затронем куда более важную тему, связанную с антисоентизмом. То есть, используя факты данного сообщества, видеозаписи всевозможные, мы попробуем что-то убедиться в том, что мнение некоторых философов о несостоятельности науки, а в том числе несостоятельности науки на уровне микроорганизмов, ну, имеет место быть. Ну, то есть, что ученые, на самом деле, скорее всего, просто взяли и придумали себе вот этот мир живых одноклеточных созданий, и на самом деле все куда более спорно, чем считается в научном сообществе. Здесь никакой мистики нет, никакого религиозного подтекста, я даже не являюсь сторонником какого-то распространенного философского учения, собственно, да просто абсолютно степенциям сейчас с моей стороны. Давайте посмотрим видео. Вот оно, одно из них. Посмотрите, что происходит. Смотрите на эту ерунду. На самом же деле, это же какая-то чепуха, по сути, ну, согласитесь, рисунки даже детские больше похожи, чем на какую-то реальность, которую действительно смотрит микроскоп. А некоторые философы, в основном под модернистического толка, полагают, что в микроскопах, вот сейчас вот что происходит, вот здесь вот, да, что люди видят некие артефакты, ну, точнее, так скажем, искажения, искажения техники, которые не позволяют нам воспринять действительность таковой, какая она есть на самом деле. Разве это не похоже на артефакты? Ну, по крайней мере, у адекватного, нормального человека, который, может быть, не занимается биологией с самого детства, вот все, что вот здесь происходит, не вызывает, в общем-то, каких-либо мыслей правильных. Ну, то есть, что это, что вообще за кино странное нам показывают здесь? Совершенно непонятно. Ну, согласитесь, вот она ест ее, типа, как будто бы это живое существо ест другое живое существо, но мы почему-то совершенно за них не переживаем, как бы. А ладно, к черту, к черту, этический аспект, вообще к черту, этический аспект, ну, просто посмотрите. Тупый мультик, какие-то цвета такие интересные, цвета, и вот эти штуки поджирают другую штуку. Так вот, до бесконечности, ну, забавно. Еще один мультик, мы хотели поговорить, не знаю, это, может быть, видеообработка такая плохая, но, скорее всего, нет. Вот они. Вот, посмотрите, подумайте, что бы насчет вот того, что происходит сейчас на экране, сказал бы какой-нибудь платоник. То есть, платоник, вот тот мир реальный, который мы видим, воспринимал как некую иллюзию. А разве он бы не сказал, что вот это вот все иллюзия? На самом деле, это иллюзия, по нему, по его бы училию было. Проблема вообще заключается изначально в том... Опа, еще одноклеточные. Нет, мы не будем смотреть. Ха-ха-ха-ха. Так. Посмотрите на это. Что? Что происходит? Совершенно странные вещи. Причем, ну, я понимаю, что у ученых есть определенная традиция. А в определенный момент времени появились ученые, у которых появились микроскопы. И они составили теорию, мол, это живые создания. И они функционируют такими-то и такими-то вот как-то способами. И мы изучаем их так-то и так-то. А вопрос в том, как вот это вот могут изучать философы. И как к этому можно подойти, с каких сторон. А постмодернизм, например, отрицает то, что вот это вот что-то реальное. И фултанизм, вероятно, тоже бы, ну, отрицал реальность вот этих вот всех вот странных-странных-странных вещей. Вот смотри, какие странные вещи. Это же странные, это абсолютно странные. Это можно описывать множеством различных способов. Мы можем подойти вот к этой сфере, к неопознанному объекту, так называемому. А с точки зрения какого-нибудь спиритизма, мол, это духи, например. Ну, почему бы и нет? Просто вообще непонятно, что это. Вот это все просто трактуется с точки зрения естественной установки. Имеется естественная установка, значит, все, что существует в мире, является естественным. Если все, что в мире существует, является естественным, то это, ну, вот эта вот штука в себя движется, значит, это живые существа. Просто это даже, понимаете, это не открывается в факте ученому, это уже открывается в его предожидании. Он смотрит в микроскоп, и он понимает, что если что-то там будет двигаться, это, скорее всего, живое. Особенно если оно движется по какой-нибудь хаотичной орбите, а не по-нарядам определенной. Причем живое, это с точки зрения именно естественного познания. Ну, то есть это естественно живое. Это не духи, это не призраки какие-нибудь микроскопические, это не что-либо иное. Это именно микроорганизмы. Именно организмы самое главное, да. В общем, вот, смотрите, это действительно все очень красиво, очень потрясающе, очень странно. На минимализм такой похоже довольно-таки забавный. Просто я вам хочу показать, как некоторые философские традиции могли бы трактовать вот это. Впрочем, я, конечно, не подготовился, и мог бы лучше с этим поработать. Ну, вы сами понимаете, как это интересно. Как это могло бы многогранно трактоваться философами, если бы у них был бы доступ к различным опытам, если бы они могли проводить эти опыты. Но они сейчас не могут этого делать. А ввиду того, что наука, вообще-то, монополизировала весь опыт. Да, смотрите, блин, опять эти одноклепочные, как они мне не нравятся. Красота. Красота, просто, я описываю, это интересная штучка. Почти октограмма. Посмотрите, это же серьезно, непонятно, что если он происходит. Это сбой микроскопа, может, он не показывает то, что там на том маленьком уровне есть на самом деле. Или, может быть, это вообще не организмы живые. Или, может, это вообще просто иллюзии какие-то действительно на том уровне, когда мы смотрим на то, просто иллюзии там такие странные показываются. Это же все, все крайне странно. Смотрите, как она нелепо двигает. Скорее всего, мы скорее не, конечно, будем учитывать, ага. Вот, 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 вот это вот все. Просто будем, свободно. Да? Наверное, если бы я уменьшился до размера личинки водного жука, я бы не увидел нечто вот такое. Вообще не смогу видеть бы того, кто органы субъятия, конечно, бы такого вроде. Вообще по-другому формируются, но они формируются уже из большего количества материи, чем вот эта вот личинка, получается, даже в теории. Просто это все очень интересно и дает нам поводы для того, чтобы задуматься о многих вещах. И философы, по сути, долгое время имели доступ вот к чему-то вот такому, не с помощью микроскопов, а с помощью текстов других ученых. Скажи, началось, что просто надо было читать, читать, может, картинки за рисовки смотреть. Все, этим ограничивались все опыты философов в области так называемой микробиологии. А ученые полностью были монополистами при этом, и это печально. Такого быть, в принципе, по-моему, не должно. Ладно, продолжаем, продолжаем смотреть. О, господи, что-то страшное. Блин, ну это реально было страшно. Господи, что ты такое? Что ты? Ладно. В общем, да, рекомендую вам зайти в этот паблик, непосредственно, микроби, жить под микроскопом. Очень интересная вещь, особенно людям, которые занимаются ассоциацией, в том числе, это пригодится, чтобы объяснять. Особенно тем людям, которые занимаются ассоциацией, все это очень полезно, и вы можете рассмотреть. Ракообразные, маленькие. Правда, маленькие, прозрачные, ракообразные, смотрите. О, господи. И они жёсткие. Жёсткие, типа. Вот это тоже, наверное, жизнь, да, какая-то, получается, по теории, да, вот это, по-моему, так, такие странные штуки. Ну ладно, вот это ещё можно, как жизнь трактовать, как некую их, хотя бы, ну, по сравнению с другими животными. Вот этих нельзя трактовать, как жизнь, например, в создании. А вот это, я не знаю, как жизнь трактовать, это вообще что-то, скажем, земное, странное, сгусток энергии, ничего-то непонятного. Можно трактовать бесконечным количеством образов, а наука их брала только один, только один из бесконечных. Ну, да, заметим, это практичный способ рассмотрения данного вот феномена, но он не единственный, возможный. Это тоже странно. Странно, что это? Ещё когда-то в школе изучал всё вот это вот, это крайне странно. Причём, я не скажу, что я совсем не допускаю правоты науки, но в данном случае я практически уверен, что трактовка, если уж и не является полностью неверной, то в некоторых аспектах она всё равно как бы недостаточна и вообще, да, ну, то есть есть некоторые вопросы, по которым учёные всё равно неправы в данной сфере, потому что у людей, у людей, у таких огромных, больших, ярких людей, нет опыта трактовки того, что вот такой вот маленький, вот вы доходите в этом микромире, там обитает и живёт. Да, и язык, собственно, вырабатывали как раз люди, которые являлись научными учёными, то есть это не вершина интеллектуального сообщества вообще с твоего времени и эпохи. Кстати, философы этим не занимались, а философы это как раз люди, которые могли бы придумать какой-нибудь подход, который мог бы описать лучше, наверное, или не лучше. По-другому как-то. В общем, надо было с этим как-то работать, а исторически сложилось так, что у нас монополия. Монополия на вот этих вот прекрасных веществ создания, веществ, субстанции. Я не знаю, как это обозвать ещё, это очень странный артефакт, например. Это очень интересно, это безусловно очень интересно и очень красиво. Какая странная штука, абсолютно странная. Здесь есть на что посмотреть, в общем-то очень-очень много всего, на что можно посмотреть и полюбоваться этим потрясающим. Он, например, что бы креационист сказал, он всё бы вот это вот изучил бы, например, и что бы он нам сказал про это. Это интересно, это важно. Для человека, изучающего мнение и позиции, важно воткнуть человека фактом. Вот это вот сказать. Ну что, друг, давай, у тебя есть там своя концепция и давай расскажи, что ты с помощью этой концепции сможешь сказать вот об этом. Как ты со своим методом познавательно сможешь подойти к вот этим уникальным каким-то вот явлениям, которые обычно изучают учёными, но учёных своя теория, свой метод. Покажи нам свой метод, покажи нам вот что можно с этим сделать. Что бы, не знаю, перипатетики с этим бы сделали, неинтересно. Совершенно интересно, потому что, да, перипатетизм во многом заложил основы для научного мышления. Но всё равно он трактовал бы это по-любому не так. Если бы у Аристотеля был микроскоп, я уверен, там мы бы встретились с какими-то совершенно другими теориями и другими взглядами. Потрясающе. Ну, в основном они замечают, что типа жрут друг друга. Это миленько. Это очень миленько. Ну вот. Ладно, восьмикратно с вами прощаюсь. И желаю понимания. Вот, типа, заходите на данный портал, смотрите, что там происходит. И, в общем-то, да, наслаждайтесь научными достижениями. Всё. Пока. Всем антисоентизма. Такого умеренного, скептического антисоентизма. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»